А ты любишь ДК? Я люблю. Ну, мне нравится. ДК это почти как пугна. Это как пуш, вот. Это отличный герой. Почти как пуш. Ты с ним пушишь, ты с ним станешь и в лейте убиваешь еще. Обгрейденная пугна получается. Да, это пугна с хп и станом. И что такое пугна? Да. Из броней еще. Из броней, хп и станом. Вот и пугна. Вот и играй своим ДК вместе с аппаратом, Егорыч. Все, что я могу тебе сказать. Так погоди, и что в этом плохого? Сам Микрид будешь. Двух героев. Так а что, на аппарате кинул ульту и поднял? Смотри, они забанили Эмберка. Для Мэйби. Боятся. Ну, Мэйби на Лину сяк. Или на этот. На эту. С пси-блэйдами. Пиу-пиу. Подруга. С пси-блэйдами. Ты млорасасин. Ну, посмотрим. Посмотрим. Кого же решат забанить пока LGD и сразу забрать. Ну, банить визажа надо. Если они хотят жить. А брать? Ну, брать какого-то саппера, это бы неплохо сейчас. А брать? Не особо китайский, да. Вообще. Возможно, они до сих пор смотрят и не понимают, зачем PPD. Что этот герой делает вообще? Не знаю. И не только PPD, еще и Puppey. Ну да. Возможно, они как раз у PPD и у Puppey там такая маленькая общение где-то есть. Взяли Виктора. Взяли Виктора. Комбу 3500 ММР. Это самое. Кстати, пока Комбой 3500 ММР, никто не может выиграть особо. Даже когда делают комбу, все равно проигрывают. Но, тем не менее, всю серию Evil Geniuses выиграть-то смогли. Да прямо сейчас визажа должны забирать Сидеки. Не особо что-то... Некуда спешить. Не особо что-то... А че они откроют? У них останется еще вариант для дальнейших пиков. Ну да. Нет, хак. Может, какой-то в виде доктора они вообще котируют в виде доктора? Вроде должны быть. Не особо. Но они не котируют. Нет, они не пикают вам никогда. Думаю насчет... А, нет. Не думал уже насчет бруды. Не подумал насчет бруды. Увидел Дарксира и перестал думать насчет бруды. Может быть, это медовая бруда? Баунти Хантер. Баунти Хантер, Визаж и... И Вайпер. Вот. Поехали. Поехали, мои мальчики. Выглядит неплохо. Ну так, все. Мне не нравится. Мне кажется, баратором саппорт будет. Аппарат в бане. Жаль. Егора это никогда не останавливает. Так, поэтому первой стадии надо брать. Из рукава достанет еще аппарата. В любой непонятной ситуации аппарат это фп-герой. Драгонайт идеальный мидер на всю стадию игры. И еще не хватает им всем для счастья Леона подобного Леона. И все. Любой пик готов, собственно. Шадов Шаман. Ты смеешься, а так и работает. Шадов Шаман он как бы как Леон, но только как Пугна. Ёлки-пылки. Стоп, стоп, стоп. Я начинаю забывать, кто такой реально самый сильный герой. Этот же герой. Шейкер. А это тот самый, который портится? Нет, это Флайн Шейкер. Я думаю. Флайн Шейкер. Наверное. Ну да. Как иначе. Иначе Баратруму Флайн Шейкер саппорт. Ну, это было более странно, чем наоборот. Поэтому, скорее всего, именно так. Да, Баратруму здесь тяжело будет. Шейкер-то может крепочку отгородил, под Тауэром X-Q получил, потом что-то поделал. А Баратруму прям совсем тяжело. Визаж выглядит достаточно неплохо. Баратрум не жадный саппорт, ему ничего не надо. Может с первых минут делать какой-то спейс, напрягать карту. А Визаж как раз таки. Причем уже есть нежадный оффлейнер. Виндран. Ну, правда, здесь в Визажу все как-то неприятнее. У одного героя Виндран, есть Колден Брейс, еще Гирокоптер расстреливает птичек, конечно, здесь. Визаж может еще и нюками читаться неплохо. Ну да, но птичкам тут в драке не так приятно, как обычно. Но это все, конечно, минорно. Визаж против Гирокоптера работает в две стороны. Какая вторая? Гирокоптер расстреливает птичек флэком, а вторая Визаж с медалькой расстреливает Гирокоптера за секунду. Да, так тоже бывает. Не успеваешь даже флэк выстрелить. Что-то как-то слишком быстрый, какой-то слабый гирокоптер оказался. Вот зависит от того, кто доминирует в игре. Визаж получается сильный герой. Получается так его. Если этот герой доминирует, он всех убивает? Да. Получается так. Какая аналитика пошла уже, мне нравится. Кстати... Темплар... Нееет, нет, нет, нет. Не надо темплар. Хотя... С одной стороны... Нет, темпларка здесь плохая. Вот, собственно, Визаж, которого мы так долго ждем. В последнее будет Viper, я вам говорю. Если бы не забанить, кажется. Просто я не знаю, кого еще пекать. Ну, ДК все тот же, но... Да не берутся ДК. А че нет? Да надо, да надо. Мне кажется, что может Фантом Лансер заехать для агрессива. Лансер? Да. Ну, может быть, да. Но и вот его забанить скорее. А может антимаг? Он как бы вроде и агрессив, а вроде на антимаге. Тоже может сыграть агрессивно. Просто антимаг-то здесь бомба-герой. Здесь еще и Хускар может неплохо заехать. Есть, конечно, ВР, но ей нужно какое-то время, чтобы начать пробивать. Ну, да. Есть такое. А против всех остальных Хускар здесь вообще идеален. Менески бы уже давно схватили и танцевали, водили хороводы. Вайперов бань. Вот ты чувствуешь? Мальчики-то знают друг друга, и я знаю их. Как облуплено. Знаешь мальчиков. Но действительно есть еще... А мальчики знают тебя. Есть еще неплохие выборы. О, Цедек, и тот же Лансер, и Хускар, и может еще даже что-то там. Да, много героев в доте вообще. Много. Пришли к выводу. Не, ну там действительно, там можно брать просто армию и антимаг, и... А если уже заходить дальше, то как бы и до Рекимару можно допикаться. Хирург? Ну а чё и не хирург? Вообще антимаг. Мне бы вот тот больше всего антимаг, хотя нет. Линия слабенькая, да, немножко? Да, по-другому. Брякер. Ну, спирит-брякер визаж антимаг. Такая себе линия-то, да. Это все-таки не сфильца деков, и если у тебя антимаг, то у тебя уже и визаж не пофармит, нигде не найдет места. Да, есть такое. Тогда можно еще... Вич-доктор с саппортом нужен ЛГД. Вот, чё я вам скажу. А как же Лион? Не, против визажки вообще так неприятно. Ну, хороший Вич-доктор, да, будет более-менее неплох. Можно еще Шаду Шамана взять. Он тоже сомнитит. Я просто люблю Шаду Шамана. Ну смотри, Фиссура влетела, а птички убили. Блин. В любом из этих героев. А Вич-доктор? А Вич-доктор не совсем. Он чуть поплотнее выглядит, и ему не надо так близко подходить, чтобы... Ему близко-то находиться не надо в драке. Стоит там где-то с обезьянкой, кокосами жонглирует. И все. Хороший герой все-таки с обезьянкой, кокосами жонглирует. У меня этого сета нет. Вот они жонглируют. Вот я подумал, но совсем как-то не очень. Это дефолтный дефолт китайский. Это такой же, как и Шаду Шаман и Лион, которые подходят с Фиссурой и визажа умирают. Ну, а что, воровать-то много чего есть. Ну, тесура, собственно, чтобы своровать уже неплохо. Птички там. Ультимейты и Квин оф Пейн, все нормально. Появился еще Instant Disable. Ну да, блинк плюс, чтобы ловить только Квин оф Пейн. Это отчасти Лионоподобный герой, между прочим. Если у него Instant Disable, значит он Лионоподобен. Да. И умирает он так же, как Лион, значит... Вообще один в один. Господи. Пахло. 10 из 10. Ну, в общем, Драгонайт или кто? Нет, Драгонайт отказан. Вообще на Ланцера похож. Ну, Ланцера тоже. Да, потому что Рубен это не боец. Вот, собственно, и он. Я это предсказал еще в визаже Ланцера, когда три героя было. Я говорил про Вайпера еще... Когда его еще не банили. Но его забанили. Вот и все. В общем, команды ничем, по сути, не удивили. Мы не узнаем, хотели ли Ланцера. Ничем не удивили. Пики достаточно стандартные. Мы передаем слово нашим комментаторам. Виталий и Роман, комментируйте, пожалуйста. Спасибо огромное, Иван. Здравствуйте, уважаемые зрители. Как всегда, на топовые команды врываются топовые комментаторы. It's Deck против LGD. Топ-2, топ-3 International. Не, ну погоди, погоди. Во-первых, да, во-первых, топ-2, топ-3 International. А во-вторых, все-таки, зачастую, игры команд, которые иногда мы прогнозируем, будут какие-то скучные, унылые, получается все с точностью наоборот. Не, ну первая игра была хорошая. Не, первая игра была очень крутая. Я думаю, никто не будет спорить. Сейчас играют команды, за которые никто из нас, да, конкретно, вроде бы, и не болеет из СНГ региона. Но... ...седек на... ...прошедший недавний фазу. Они реально показывали агрессивную доту. И сейчас мы можем сказать welcome back, агрессив, агрессив на своем фантом лайнсере. На фантом лайнсере, боже. На котором он научил людей вообще играть в доту. Это же фантом лайнсер от агрессива в легкой линии. Ну, с этого, наверное, и начнем представление команд. Шики будет играть на Queen of Pain. Гардер на спиритбрейкере. Q на визаже. И XZ на шикере. Боже, это какой-то флешбек просто в International 5. Да, да, да. Ну, а здесь у нас LGD уже первый визуальный контакт. Тут уже у нас и Ротк на Dark Siri, и Сайлар на кораблекоптере. И Мэйби на своей достаточно сигнатурной Windranger. ММА, естественно, на Рубике. Блин. И DC на Виверни. Ну, тут тоже какой-то небольшой флешбек. У человека, что мы в Сиэтле. И только еда получше. А так, действительно, по-моему, вообще все то же самое. И свет тушат, когда игра идет. Да, да, да. Так приятно сидеть прям. Как дома, знаешь, ты сидишь, так уютненько. Да, да, да. Полумрайки, интим, все дела. Реально, реально комфортненько. Комфортненько. Прям то, что надо. Ну что, у нас сейчас пауза стоит в игре. Будем надеяться, что эта пауза ненадолго. Ну, возможно, просто бинды какие-то слетели. Обычно игроки просто так паузы не ставят. Никто не вылетал. Да, кстати, вот ЦДЕК, видимо, забрали ФБО во всех пяти играх на франковском мажоре. Вообще, я не ожидал ЦДЕК видеть здесь. Скажу честно, после их выступления на последних ланах, в частности, на Наньянге, я не был уверен в том, что они попадут в сетку винеров. Но отыграли очень качественно в тяжелой группе с Яховым с альянсами. Но, как оказалось, не то чтобы тяжелой. Потому что из этой группы вышли Минески и ЦДЕК. Я планировал, что оттуда выберите хромые альянсы. Другие ребята много, да? Помнимаем групповой этап, которые против них пытались играть осторожно. Они просто были уничтожены. То есть никакой слоуплей против этих ребят не работает. Никакая защита, какие-то вот эти супер аккуратные сплитерские фишки. Они просто заходят к вам на базу, а вы что хотите, то и сплите. Поэтому против этих ребят действительно играть достаточно тяжело. Некоторые коллективы это уже осознали вполне себе ясно. И уже берут конкретно хороший замес. Но также у нас были ситуации, когда команды немного перебарщивали замесом. И в локальных стычках они очень сильно проигрывали. Я говорю про один из матчей, например, не конкретно против CDC. А вообще, когда была просто команда 5. То есть все были АОЕшные ульты, однокнопочные. Но проблема... Вега, кажется, как раз против этих ребят играла. И проблема заключалась именно в том, что если начиналась локальная какая-то стычка 2 в 2, 3 в 3, ты не можешь дать эти ульты, потому что на время этих кулдаунов ты окажешься совсем не боеспособен. И враг просто пойдет и заберет Рошана, например. Да, вся команда окажется не боеспособна. И в итоге вы либо совсем 5 на 5 деретесь, либо не деретесь вообще. Но вот у Седеков у них весьма такой сбалансированный, скажем, билд. У них там Визаж кого-то может отстрелить, Квапа может кого-то в соло отстрелить. Ульты достаточно дешевые, если тут посмотреть. Тут, по сути, Шейкер, только один с большим более-менее кулдауном. Ну, Queen of Pain собирает намаганим и вообще стреляй сколько хочешь. Так что эти ребята могут воевать вообще нон-стопом. Да, действительно, Phantom Lancer тоже герой, которым умеют они играть активно. Мы об этом знаем. Мы видим, что у ММА какие-то проблемы со звуком. Сейчас быстренько техники из ESL это дело подфиксят и все будет хорошо. Нам показывают LGD сейчас. И CDC в одинаковых формах, поэтому вы не замечаете разницу, когда камеры переключают. Да, фактически это одинаково. Одна организация, фактически, но для всех это две организации разных. Ну, раньше они так и назывались, LG, CDC, да. Да, да, да. Потом их разделили на две разных организации. Но по-прежнему, как бы, у этих ребят есть один владелец. Ну, что с этим Шейкером? Боже, Шейкер, Шейкер. Ему просто очень хорошо, видимо. Да, вот они герои. Почему-то эти герои не двигаются. Пауза, пауза, пауза. Во время игры они шевелятся. Да, они же в паузе не двигаются, я забыл. Во время игры будут шевелиться. Сайлор на гирокоптере. Мэйби на VR. Кстати, перед игрой я смотрел статистику, что среди 114 игроков, которые сыграли 100 и больше матчей на ланах. Таких игроков всего 114. А первое и второе место, да, всего. За всю историю доты. Всего 114 игроков, сыграли 100 и больше игр на лане. Топ-1 и топ-2 по КДА занимает как раз-таки Мэйби и Сайлор. Очень интересно. На третьем месте идет Берон. Да, но я сколько себя помню, сколько я доту не комментировал, Сайлор всегда играл, так что это вообще один из самых старых, наверное, игроков. Еще лет 15, наверное, разрывал. Не то, чтобы всегда, но там с 2012 он активно появился, но всегда, именно всегда он был известен за то, что он много-много убивал. Да, да, да. Ну и, опять же, его стиль керри, он тоже достаточно интересен, потому что даже на весьма пассивных героях а-ля там Морфлинг он все равно может прилететь в драку, все равно может залететь в свои вад, дать там какой-то актив-страйк, пару плюх с руки просто для того, чтобы кому-то помочь. Да, я вижу, уже сел на свое место ММА, но почему-то игра у нас не продолжается. Да, последние данные сроки проведут и все будет замечательно. Да, будет все хорошо, рычки тоже с чк у него дергается. И VR не может никак выбрать эмоцию на лице. Да, 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 не знаю, че. А наверно выглядит наиболее адекватно, но все равно… У меня тоже рот, ап, 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 но это же пауза. В паузе они в игре какой-то фигней страдают тоже. Это вообще камера англоязычных наших коллег. Да, тут вообще есть кораблекоптер, например. Как ты относишься к кораблекоптеру? Неплохо, это летающий корабль. Я не понимаю, зачем ему большой парус по центру. Я просто не выкупаю. Ну, ты что, не знаешь, зачем парус? Нет. Ну, чтоб лететь. Окей, зачем? Вперед, вперед, вперед. А пропеллеры? Ну, они создают вертикальную тягу. Что? Вертикальную тягу? Да, да, да. Как они могут создавать вертикальную тягу, находясь под 90 градусов? Я не знаю, это даже не 90, тут 45 как раз, поэтому… Да, в доте этого в лоре не объяснено, да? Да, да. Вот, например, есть скин гирокоптера, там, где у него сзади коробка с патронами. Да. Лента такая, типа, висит. Да. И он делает бочку, патроны не выпадают, что за дела? Ну, это нереалистично, но, с другой стороны, оно может быть так, если он делает слишком быструю бочку. Если он делает слишком быструю, там вообще габелла, там же вот эта сила… Ну, так нормально, они не выпадут. В смысле, наоборот, они выпадут? Не, не выпадут, если ты быстро это сделаешь… Они же не внутрь смотрят, а наружу. Не, я понял, что они смотрят наружу, а вдруг они там еще креплениями какими-то закреплены? Скотчем. Как в «Марсианине». Там все на скотче. Все можно скотчем примотать, как бы, да. Так что… И зря вот это про нереалистичность доты. А нет, все-таки мы видим, еще пытаются что-то сделать. Скажем сразу, что в отличие от «Интернешнала», да, пытается ESL здесь сделать то, что делает «Вольво». То есть, есть тут зона разогрева у игроков оттуда, откуда они выходят. Там стоит 10 компов. Они там настраиваются и потом SSD-шки сразу приносят в компы и ставят и начинают играть. Но почему-то здесь происходит так, что приходят, ставят их SSD-шки в компы, а потом они еще и сами приходят, настраиваются, уходят со сцены и опять заходят на нее. То есть, как-то это нелогично. Это совсем странно, да. Действительно. И поэтому у нас жуткая-жуткая пауза. Сейчас уже половина четвертого здесь в Киеве. Здесь в Киеве. Здесь в Франкфурте. Здесь в Франкфурте. А это уже более чем час дилей имеется. Напомню, что сегодня кроме вот этого Best of 3 нас еще ждет целых 4 Best of 1 матча. Да, огромное количество игр сегодня. Но завтра, послезавтра и потом там уже, скажем, разгрузочные дни более-менее наступают. Ну, хотя как, разгрузочный день сложно назвать 4 Best of 3 разгрузочным днем. Ну, там два дня, кажется, 4 Best of 3 в день. Потом... Потом два. Или три. Нет, там три. Что три? Нет, или четыре? Четыре. Завтра четыре Best of 3. Послезавтра четыре Best of 3. Потом три Best of 3. Потом три Best of 3. В конце Best of 3 и Best of 5. Да, 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 да. Именно так. Я вот немного перепутал. Я нашел Белку, кстати. Да, ладно. Ты нашел Белку. Да, да, да. Не надо ее показывать. Не надо. В смысле, как можно? Я нашел Гардера на этом. На Spirit Breaker. Вот она. Посмотри. Оно интересно получится, она не навести как-то камеру. Белка. Вольво, я за Next Gen Белок вообще. Да. Нужно, чтобы они реалистично прыгали. Чтобы у них... Не, а прыгают они в принципе. Чтобы у них... Как в вечере. Чтобы у них с хвоста каждая вот эта ворсинка каждая прорисовывалась. И от ветра ее чтобы шагала. Ну, высокополигональные Белки. Высокополигональные Белки, да. Это то, что надо. Почему нельзя Белку выделить, например? Я хочу на нее навести камеру. И пошпилить еще Белкой, да? Ну, да. Вы вообще предлагали, что когда Лайвстиллер залезает, например, в катапульту, чтобы клавиатура переключалась на W, ASD. Да, и можно... Вот это Эрон Дон Дон и... Посмотри на него. Посмотри на этого шейкера. По-моему, он недоволен паузой. Возможно, да. Немного бородач. Он просто недоволен паузой. Шейкер бородач. Что происходит, ESL? Что происходит? Уже ничего не происходит. В чем ваша проблема? Я вижу просто, ну, вообще ничего не происходит. То есть игроки сидят одной и второй команды в наушниках... Может они не в курсе, что можно играть? Может, отожмем паузу, Ром? Мы можем это сделать? Нет, к сожалению. Почему это не? Эта эра уже закончилась. Черт. Я бы отжал паузу, как в паблике. Говоришь, пауза мне надоела, и отжимаешь все. И они такие, ноу! Ноу! Тут камеру сверху поставили точно такой же, как в интернете. Но тут же нет спецэффектов. Спецэффектов нету, да. Спецэффектов нету. Но они тут пока и особо не нужны. Спецэффекты эти. Нам они и на этом не нужны были. Они задалбывали. Особенно этот. Особенно ультзивса. Да не, классно, классно. Это реально классно выглядело. Атмосферненько. Ну да, выглядело действительно круто. Но... Ну не кульно. То есть это надо делать... Не, ну понятно, что надо, чтобы иметь чем-то отличался. Да, надо, чтобы интернешнл имел свой краудфандинг. Чтобы имел свой особый компендиум. Чтобы была своя сцена. Ну то есть, чтобы все там было свое. Так все-таки намного круче, чем мы будем три раза в году видеть то же самое. И общаться о том же самом. Ну что происходит? Ну действительно, сидят же обе команды. Вы видите сами. Обе команды готовы. Они хотят играть. Но почему-то... Да никто играть не хочет. Потому что они сейчас... В смысле не хочет? Быстренько монетку или на камень, ножницы, бумага, ящерица, спок. Ты же можешь выйти в топ 6... А, камень, ножницы, бумага, ящерица, спок. Это хорошая игра. Если ты выиграешь, ты же выходишь уже в топ 6. Топ 6 для цдеки LGD это, конечно, не результат. Но все же. Ну, я тебе скажу, что на Интернешнале, если цдекам сказать, боже мой, что с ним? Это золотой Веномансер. Я понимаю, я хочу... Венокурлинг. Венокур... Венолинг или как он там называется? Да, да, Венолинг. Боже, он просто... Он просто лижет бордюр. Он съел бордюр. Он просто грызет бордюр. Просто грызет ступеньки. Норм. Мне, кстати, выпал золотой этот блудсикер из нового сундучка. Мне, к сожалению, ничего не было. Выиграл у Габена. Мне не выпало ничего. Я даже не играл с Габеном, но... Вот этот покруче курьер. Кстати, это самый редкий курьер, наверное, сейчас в игре. Да. Смотри, какие у него томные глаза. Как он устал от этой жизни. От этой игры вот столько лет его гоняет туда-назад. Да, сколько можно. Отстаньте от осла. Дайте ему жизни. Да, осел, кстати, тоже с задними лапками. Провалился. О, глаз VR-ки с 3. О, мой бог. Она смотрит на тебя иногда. Она просто иногда на тебя смотрит. А иногда нет. Ну, что-то странное с ней происходит. VR-ка. Так, давайте играть в доту, ребят. Ну, что за фигня. Да, кстати, можно поговорить пока про абсолютно нелогичность сетки турнира. Так, нам тот показывает некоторых людей, которые уже пришли. О, у меня, думаю, есть такая шапка. Да? Да. И что они нам сказали? Она почему-то упала вниз. На пару победителя пары Яхом Ньюби Янг. Почему так происходит я не понимаю. Это не имеет абсолютно никакой логики. Но, видимо, так надо. Ну, ладно, пусть будет так. В принципе, я скажу. На здоровье. То, что в нижней части сетки остались команды, которые, в принципе, Vega должна проходить. Не просто может, а должна. То есть, либо это были бы Cloud9 Альянс, либо и Хоум Ньюби Янг. Они должны были бы их обыгрывать. Да, но мы понимаем, что... Ага, то есть в четвертом лаунде LZO традиционно свапа не будет. То есть полуфиналисты будут падать просто прямо. Боже, это какой-то полный бред, если честно. Просто падают. Я не знаю. Я не знаю, как оно работает. Короче, это специально сделано для того, чтобы потом Ярик в конце не написал какой-нибудь Веге. Повезло. Ааа, ну да. Может быть, может быть. Чтобы тут было все абсолютно рандомно, непонятно. Да, ну, Вега, конечно, проиграла. На данный момент они топ-12. Все у нас все гарантируют. Понятное дело, что это не то, чтобы не результат. Это просто ужасно. И должен быть, ну, собственно, минимум, я думаю, топ-8. Надо веге. Это минимум. Поэтому надо будет выигрывать игру у Яхом либо у Ньюби Янг. Ну, а, кстати, дальше действительно Ньюби либо Аноун, скорее всего, это будет Ньюби. То есть третий раунд Лазеро вполне по силам. И Яхоум и Ньюби, хотя Яхоум, блях, очень сильная команда. Вот, допустим, Яхоум и Ньюби. Но Яхоум и Ньюби там же... Точнее, Ньюби Аноун там же потом еще кто-то и сверху упадет, так что... Ну, это упадет ZEK или LGD, да. Вот. Это тоже серьезные ребятки-то. Ну, вообще, мне кажется, Яхоум самые серьезные. Просто Яхоум невероятно сильная команда. Я считаю, что... Ну, они очень нестабильные. Они могут сыграть как боги, а могут сыграть абсолютно противоположным образом и... Ну, вот я думаю, что все-таки из поражения от Минески это больше было какое-то временное недоразумение. Я смотрел их игры и... Вот 50-50. Реально 50-50. Ну, посмотрим. В одной игре я был просто в шоке. Я восторгался тем, что они делают. В другой я вообще не находил себе места и... В мире не хватит ромашкового чая, чтобы успокоить мне гнев. Ты думаешь? Я уверен. В мире не хватит ромашкового чая. Ну да, да, да. Откуда это правда вообще? Это из теории большого взрыва. Шелдон так говорил. Я понял. Ну, может быть. Может быть. Да, у нас тем временем у английской студии уже закончились... Закончились слова у LD. Кто у нас комментирует? LD и Мерлини комментирует. У них уже просто-напросто закончились слова. Им уже просто надоело вот это сидеть. Может быть, они просто ленивые сказали в стопку. Давайте аналитики сами разговаривайте. Аналитики разговаривали. И так 45 минут паузы. Наши, по крайней мере, буржузские, ушли куда-то отдыхали. У них был перерыв. А потом на нас говорят, что мы мало работаем. Перев, начальники. Перев. Ну реально... На войну и обед по расписанию. Да. Ну это, ну как это? Не, ну ты типа сидишь, рассказываешь, 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 потом тебе говорят еще 20 минут. И ты такой, ну нафиг ты чего гонишь. Я пошел. Собрался. Собрался я, да, да, да. Я пошел хавать этот, что там. Картошки было вкусно. А игра-то тут продолжается. А, у них аналитики. Ха-ха-ха. Смотрим? Да, да, да. Давайте быстренько нырнем. Собственно, по составу мы уже вроде бы разобрались. Для тех, кто только подключился. Напомним, что играют у нас CDEC и LGD Gaming. Первая серия. Я просто смотрю, как LD показывает. Там игра, пацаны. LD показывает всем, что ребят, тут идет игра, а они не включают. Ха-ха-ха. Боже мой. Не, ну нормально. Включили наконец-то. LD просто руками машет в камеру. Не, это просто очень весело. Возле нас сидят Дэвид с Беном, и они просто машут оба руками в камеру своим продюсерам. Думаю, ребят, мы тут, вы про нас забыли. Не, ну в игре ничего интересного не произошло. Да, да, слава богу. Да, первая карта 0-0. Поехали. Поехали. Ну что, посмотрим, как оно будет. Тем временем, если вам совсем не интересно битву, можете в перископе посмотреть, как NS пошел замороженным. Он прям стримит в перископе прямо сейчас. То, как он пошел замороженным, и понятное дело, что это действительно настоящий piece of art. Piece of NS. Piece of art, все-таки, наверное. Так, у нас все время уже бежит Baratrum. Слышу на нижнюю линию, и начинается, начинается настоящая игра. Так, забегает Baratrum. Слушай, кстати, Raticay далековато. Пошел, Raticay далековато. Сейчас пошел. Raticay ударяется от него. Агрессив еще нарезает по Raticay. Soul Asception. Ну и что это была бы за игра, если бы Raticay не отдал бы FB? Не проиграл в Dota? Не проиграл бы FB, да. Я не понимаю, почему Ротк пошел сюда, зная, что у него левел один, зная, что у него Iron Shell, зная, что у Viverna есть Arctic Burn, и нету никакого сейва. Это абсолютно непонятное решение. Я тебе скажу больше. Наши аналитики этот момент прекрасно предугадали, потому что они четко расписали, что Ротк достаточно редко играет на Dark City, и поэтому до появления третьего уровня он успевает умереть 3-4 раза, после чего уходит в лес. Типа, да ладно, меня на линии загоняли, хотя его могут не особо-то сильно тому трогать, просто он слишком далеко заходит. Ну, с непривычки. Слушай, действительно, выходит сейчас Кио и будет прогонять он Arcticay отсюда подальше, не будет давать ему возможность взять второй левел и получить себе Surge, потому что с Суржом, понятное дело, жить-то будет попроще. Но в итоге Ротка опять начинает, опять упрощает жизнь тому же Агрессива. Не, ну погоди, у Агрессива все достаточно тяжело, потому что пока у Агрессива не появится много-много-много регена, он от этого Iron Shell будет очень сильно страдать. Ну, ладно, с левелом ситуация немного наладится, но реген все равно будет необходим. Да, ну что в миде тем временем Шики имеет 6 на 2, Прутнёс стоит к Мэйби 8 на 1, DC подлетел сюда к Мэйби, не знаю, как он здесь поможет, не совсем непонятно, может быть, подстопить как-то, может быть, какой-то вард тыкнуть, это, наверное, единственная помощь, которая сейчас нужна здесь от Витров Верны. Ну и Мэй тем временем пулит на топе и дает возможность фармить Сайлора, ну а Сайлер вошел в режим Бога 12 на 11. У него Крепстат и не дает он возможности XZ фармить вообще ничего. 13-11 и продолжает тот Сайлер. Красавчик, конечно. Этот умеет, это однозначно. Да, ну вот Рутике все-таки прогнали с линии, при этом неплохая была попытка от CDC разблочить себе спаун, но не получилось, потому что там целых два варда использовалось для блокировки, и поэтому внизу все равно ребята будут немножко проседать, ну, вернее, один из них. В итоге Гардер уходит на отводы под Квапу, но зато прогнали ДСа, уже неплохо. Да, ДС уходит в чужой лес, и там будет на Грэйкспу в миде, проблемы у Мэйби, врыва привязать с него Гардер, хорошо отрезали, Мэйби нету маны ни на что, есть только Шекелшот, тут же XZ рядом, Мэйби очень больно, но еще больнее здесь Шекеру. Шекел залетает, не связывает его ни с кем, Мэйзи еще рядом, пытается XZ сюда уйти, залетает в фейтболт, Мэйби мана на поваршот есть, но не пробьет он Шекера, поэтому в итоге заканчивается все вот такой вот интересной войной, но никто никого не убивает. Ну там у Квапы осталось просто здоровье на один выстрел, и поэтому Шеки не стал лезть, хотя он мог, то есть у него мана была, у него просто здоровья очень сильно было мало. Нет, возможно правильно, что не рискнул ничем хорошим, скорее всего это для Шеки не закончилось, так что, в принципе, то, что никто не умер, можно считать плюсом и для одной, и для другой команды. Так, что там у нас у Дарксира? У Дарксира, я смотрю, уже третий уровень, но, а, и денег даже, в принципе, более-менее нормально, так что можно сейчас будет докупать какие-то там соло ринги свои. Ну, стандартно лесной Дарксир пошел, да, если бы его со вторым уровнем выгнали, это, в принципе, неважно, но со вторым или с первым бы его выгнали, это, в принципе, абсолютно не имеет никакого значения. Не, ну просто со второго ты быстрее доходишь до третьего, соответственно, у тебя второй эншел появляется быстрее. Ну, это абсолютно логично, в принципе, да. Ну, то есть ты чуть-чуть времени все-таки сэкономишь. Да, согласен. 2610, агрессив догнал он все-таки гирокоптера, несмотря на то, что, казалось бы, там Сайвер вообще ни одного хрипа не пропускает, вот агрессив, как только Дарксир отошел, сразу же моментально начинает формить и формить. Мы знаем, как играет агрессив, мы понимаем, что здесь не будет никаких ПТ и прочей ереси. Мы знаем, что это будет травела, мы знаем, что это будет быстрый выход в Diffusial Blade, ну, собственно, агрессив... Это могут еще барабаны, в зависимости от ситуации, да, если все будет хорошо. Ну, судя по всему, это аквила барабаны даже может быть. Ну вот, и Дарксир, вернувшись на линию, сейчас говорит, что Фантом Лансер фармить тебе будет достаточно тяжело, и ПЛ это прекрасно понимает, поэтому суппорты возвращаются на линию при виде Дарксира и будут его уже пытаться прогонять. Ну, агрессив, конечно, фармить будет дальше, просто суть в том, что действительно нужны саппорты, потому что придется строить довольно огромное количество регена здесь, стоять под Айншеллами, так что можно постараться как-то на Дарксира, может быть, напасть, но сделать это с одним визажом очень сложно. Вот Грейв Чилл, Ротикей, просто делает вид, что вообще ничего не происходит. Не, ну у него сейчас с Улрингом реген уже хороший, поэтому просто пару тычек полученных они не так сильно решают, плюс Танго постоянно кушается. Как там у Шейкера дела обстоят, потому что мы вот на Дарксире очень много времени ему уделяем. У Шейкера уровень 3, как видим, без Афтершока он играет. Там, слышу, я разбег пошел от Гардера. Да, опять-таки, Ротикей будет убивать, очень далеко сейчас Ротикей, Кью должен начинать, но только не с Грейв Чила, и сейчас должны сбивать ему разбег. Ну, далековато зашел Ротикей, вряд ли будет здесь фраг, есть АП, что Лассепчин, не доводит анимацию Копья! Он был уверен, что умрет, он был уверен, что там умрет Дарксир, и... ну тут, конечно, совершенно халявный фраг, сейчас деки недозарабатывают. Да, и таким образом Ротик отпивается, возвращается на линию, много ресурсов потратили CD и Си. Слушай, опять на него побежали по Тавр, но на этот раз они видели, что там было ТП одно отмененное. Может быть, могли бы постараться пойти куда-то за вышку, но все-таки до конца Адсдек не рискнули идти. Опять-таки, наверное, правильное решение. Там Гирокоптер очень сильно потеет. Заметил, что последние пару матчей команды, при возможности Denying, они от нее ничуть не отказываются, потому что Гирокоптера 42 на 23 сейчас. То есть до Шейкера не доходит очень много. Просто как Дэнди иногда любит на разнообразных хинбокерах стать миди, выбить какой-то криптат, или Аутворл Дваурером выбить там что-то из ZZ 56 на 48. Не, ну Дваурером можно, SF можно так делать, но если ты стоишь типа на Гирокоптере какой-нибудь легкой, обычно некоторые игроки, они ленятся. Но сейчас мы видим, ни о какой линии речи быть не может. Да, Сайлор действительно Denying все, что можно. Линия держится на одном уровне, это очень хорошо. Ну и пока ему дают возможность фармить, это конечно же подфармит. Возможно тиммейты ему настакают, а возможно настакали уже. Тем временем у нас Баратрум опять-таки разбегается, разбегается на топ, на Сайлор, начинает его бить, Баратрум проседает, но это просто легчайший фраг в жизни Сайлора. Ну еще и Шики тут встреет. Шики с даблдэмэджем, поэтому он хочет подраться, но опять-таки один против троих, он понимает, что ничего не получится. Ну, Гардер так дешево пытался убить Сайлора под вышкой, ну не знаю, не знаю. LGD прекрасно осведомлены против кого они играют, поэтому моментальные телепорты на подсейв, они мы видим уже не в первый раз происходят. Так что если CDC планирует кого-то убивать, то, естественно, нужно более тщательно планировать атаки непосредственно, а не просто так на бум. Типа выбежим, может быть затолкаем, может быть нет. Ну да-да-да, такого быть не должно. Вы должны четко понимать, в какой позиции вы можете нападать, в какой вы не можете нападать, потому что буквально пара таких гангов неудачных, и противник получает слишком много денег и опыта. Потому что XZ тем временем будет ли забирать руну? Отлично, мэйби, подняли его, отдает руну, но и XZ тоже проблему будет иметь Шики. Шики 2 живой под Arctic Burn'ом, Шики прыгает за мэйби дальше, хороший ультимейт, мэйби должен погибать. Так она и есть, ну и мэй здесь один, выживает колдаун, колдаун от Сайлора, ни по кому не попадает Сайлор, колдауна пытается расстреливать XZ. Стан с хайграунда очень качественно все делает, еще и проблему Сайлора на развороте, зэки должны его забирать. Здесь же Шики возвращается, Шики боже, какой он битый, но выживает Шики, какие же у них. Как говорит Рустам, кругляши у этих ребят. И минус два коргероя. Ну хорошо-то подрались с кругляшами, вообще ничего не скажешь, и очень грамотно раскайтили гирокомтер, они подставились под руки Берридж. Я доволен, я думаю, что CDC тоже не менее меня довольны. Действительно хорошо сыграно. Отлично сыграно. Там видим, что в этом патче LGD ни разу не играли против Визажа и Фантом Лайнсера, что можно сыграть с ними злую шутку. К тому же проиграли 4 из 5 против Spirit Breaker. Ну прям по статистике вообще ужасный пик против LGD. Ну это статистика. Статистика важна до матча. А во время игры, понятное дело, что последнюю часть команды про это думают. Но иногда, действительно, ты толком не знаешь, что делать. Ты забываешь, что там Визаж, будут птички рано или поздно, а они там будут. Нет, просто некоторые команды не очень комфортно себя чувствуют против определенных персонажей. И вот тот же Spirit Breaker с его статой весьма красноречиво нам об этом напоминает. Так, у нас тут под фарм я вижу от Геррокоптера через Rocket Barrel забирает он нейтралов. Там Баратрум не на шутку испугался, когда увидел ракеты летящие рядышком. Он думает, что происходит. Он говорит, я же не туда вообще бегу. Что это за ракеты? Перемещается Spirit Breaker. Четвертого он уже уровня. Можно продолжать нападать. На ту же Wind Ranger в центре можно попытаться напасть. Ну, конечно, убить рот какого-то на оффлэйне это было бы совсем замечательно, но... Это слишком просто. Во-первых, слишком просто. Во-вторых, ты не веришь, что там нет вообще никакого вижена. Так... Мэйби ловит ножик. Разбегается Spirit Breaker. Так что он немного поспешил. Гардеру отлично сбивает шоколшотом. Мэйби разбег. И теперь уже могут быть проблемы у самих CD и Си. Но они вовремя разворачиваются и избегают избиения. Замок ротикей догонять. Но понимал, что вакуума все равно нет. Как-то остановить соперника у него не получится. Поэтому идет он лучше в лес пофармить еще. Запармил вот здесь несколько стаков ротикей. Дальше продолжит их фармить. Может быть еще один сделает. То есть, я думал, что будут оставлять это, собственно, для Сайлера. Но нет. Фармит как раз таки Dark Seer. Эншелами. Лесные стаки. Ну и... Наверное, хорошо. Ну, пока просто распределяют вот этот фарм командный. Понимают, что Dark Seer тоже нужны артефакты. Главное, чтобы совсем не забыли про Герокоптера. Потому что в один момент у Phantom Lancer, если он будет играть очень агрессивно и будет иметь очень агрессивный билд, у него будет очень много урона. Топ-1 Этворца. Как часто мы видим Phantom Lancer на 10-ой минуте с топ-1 Этворца? Не, ну, часто, если у него фрифарм. А здесь полный фрифарм? Посмотри, что происходит. Он ПТ купил. Он ПТ купил, потому что будет, скорее всего, воевать, а не сплитить. Странно. Вот такого агрессива я не видел. Он редко так делает, но, видимо, есть на то причины. И, скорее всего, эти причины мы узнаем минут через 5-10. Ну, то есть, с дек должны идти драться. Это абсолютно логично. Сквопой с вот этим товарищем, с фамилиарами, с шейкером. И просто идти, идти, идти навязывать драки. Но тут тоже есть свои нюансы, потому что и Darkseer, и Гирокоптер, и Виверна – это очень три сильных персонажа для замеса. Вот эта комбинация, да, 3,5k и ММР, как называют UNS. Достаточно простая в исполнении. Плюс там Мека появляется у Darkseer. Вот для чего нужны были деньги Родку. И сейчас выход с DC, он может захлебнуться. Потому что у них может просто не хватить урона. Да, и LGD прекрасно готовы к этому выходу. Но вот с деки сейчас втроём на топ. И как раз-таки с агрессивом, как раз-таки с гардером 5-го левела. С фамилиарами. То, о чём мы говорили, конкретно прямо сейчас происходит. Ну, шейкер только без маны. Это не столь важно. Вот мана у него будет на фиссуру. Это, наверное, самое основное. Ну, и пошёл разбег у нас на Сайлора. Здесь три человека. Вбегает на Сайлора. Начинает его бить. Тут же Роти Кей. Стяжка, стенка. Есть Мекан. С подхилили. Пошёл колдаун. Разбегается отсюда с деки. Ещё пришёл блестящий по гандеру. Звязывается с их за ультимейт. От шики. Также зашёл. Сайлер живой. Ну, и проблему с деком. Надо убегать. Агрессиво тоже цепанули. Теперь уходит он здесь с Деппельгангера. Вот она. Вот она ответочка. Ну, собственно, вот она и Мека. Опять же, LGG готовы. Слишком читаем мы CDEC. У них стандартные вот эти выходы в смоках. На девятой, на одиннадцатой минуте. Да. Все уже к этому привыкли. Все всё прекрасно понимают. То, что ваш там керри-герой находится в огромной опасности. Вот в диапазоне это десятая минута плюс-минус одна. Они стояли и ждали конкретно. То есть мы знаем, что когда играют за Дайр. Собираются вот здесь и идут в смок через лес вот сюда. Если играет за Рэддиан. Собираются вот здесь и идут вот сюда в смоке. То есть, ну, действительно, это у CDEC, ну... Это и сильная, и слабая их сторона. Да. Слабая, потому что, действительно, если команда готова, то... Точнее, команда противника готова. Да, да, да. Все верно. То, естественно, их выходы, они проваливаются. Но сильная сторона то, что это достаточно серьезная дисциплина. И если вдруг команда противника хоть чуть-чуть ошибется, они очень сильно встреют. Да. И вот с Дайка вот эти выходы, они прям очень качественные. Мы видим пять из четырнадцати игр на Ланцере покупал у нас агрессив ПТ-шку. И три из них проиграл. Не самая лучшая статистика. Ну, ты чуть медленнее просто формишь. По итогу, да, ты чуть эффективнее дерешься, потому что можешь чуть больше впитывать. Но... Травела тебе позволяют как раз вот эффективно сплитить. То есть сейчас бы ПЛ мог находиться на топе, уже пушить там тир-1 условную, потом перейти к своим ребятам вниз через минутку. Травела дает огромный буст. Что Эмберу, что... Ну да, очень мобильные герои, которые при этом не прочь подраться. Так что это не антимаг. Как бы антимагу почему-то Травела и не покупает, потому что он все равно не придет с вами воевать. Несмотря на то, что очень мобильный товарищ. Если что, блинками доберется на вас. Как раз таки ПЛ вместе с Эмбером это товарищ, который не против побывать в драке. И поэтому, собственно, первый артефакт Травела на этих двух товарищей, он в принципе имеет смысл даже... даже еще и какой. Падает Т1 Тавр на нижней линии, забирает его Мэйби, фокус файр имеется, быстрый расстрел вышки, все хорошо, 24 голды у Мэйби, помогал ему Сайлор, у которого есть уже почти Сэнджин Яша. Сильно. Да, вот в миде немного подпушили CDC и сразу же отбегают, опасаются контратаки. Да, тут появляется блинк даггер у Windranger, очень быстрый блинк. Собираются, значит, ловить кого-то. Да, и выходить потом будет он в аганим, опять-таки, учитывая, что сейчас 15 минут, я думаю, 20-21 минута у Мэйби, если все будет более-менее хорошо, появится уже блинк аганим. И вы сами понимаете, что дэмэдж это, конечно, будет в люке еще. LGD сейчас пойдет в смоке на топ. Опять-таки смотрим Vision от с деков, деки вообще не видят ничего происходящего. У деков все плохо, потому что PL только что прилетел с телепорта на нижнюю линию, поэтому они драться наверху не могут. И они это тоже понимают, они просто убегают. Они были бы не против подпушить Tower, который и так сейчас достаточно активно несется. Но понимаю то, что никто не дефает вышку на топе, значит, что-то здесь неладное. Значит, где-то бегают LGD и стараются обходить. LGD хорошие тоже выбрали позицию. Вот здесь кого-то могут дождаться просто между Tower'ами. Ну, ты посмотри, как прячутся с деки. Как прячутся с деки, пока никого не видят на карте. И вот сейчас я включаю Vision, и вот сейчас видят гирокоптера. И сразу сейчас все начнут двигаться. Сразу тут будет агрессивнее. На топе сразу квапа вылазит. Моментально. То есть прекрасно они понимали, что в пятером LGD идут на них в атаку. И очень четко ты увидели. Пока, да. Пока грамотно команды избегают столкновений. В этом, действительно, ничего не скажешь. Очень-очень качественные. Да, Шики на топе, кстати, забирает вышку. Просто в соло мы идем. Тут иллюзии потанковал. Подошли крипы, и падает вышечка у нас на топе. В соло забирает ее Queen of Pain. Ну, а в миде очередной Tower забирает у нас LGD. Еще и Фамильяра забрали. Да, Фамильярчиков отстреливают. Действительно, не нужно отдавать так птиц. Тем более, на раннем этапе ты, если в суппортах вот так регулярно фидишь по сатену какому-то. Да, даже если и керри, то, естественно, от этого только хуже. Это в каком-то там глубоком лейте на эту соточку, грубо говоря, плевать. А вот сейчас, там, бам, стики, бам, какие-то диффуза чуть раньше появятся. Каждый набор атефакт это очень круто сейчас. Естественно, естественно. Очень, очень круто. Смотрим, что в Эрке, как там дела с Аганимом. Есть Point Booster, 300 голды. Смотрим, до Гирокоптера есть почти уже деньги на Яшу. Скоро себе принесет. Дараксир до Блинка осталось 800 голды. И Рубик только-только купил Аркантапки. Наверное, тоже купила только-только Аркантапки. Неплохо. Тут Phantom Lancer Яша. Queen of Pain. БКБ собирает 2 500 голды. Имеет это много. Streetbreaker взял 6 левел. Шекеру 1000 до Даггера. И Аркантапки у Визажа. В принципе, ничего интересного. Да, вообще, если команды будут продолжать так фармить, естественно, стоит задуматься на тему того, как будет проходить замес через минут 20 или через минут 40. Это может радикально отличаться. У нас игра Веги против Свена яркое подтверждение. Так вот, Phantom Lancer, с одной стороны, он очень силен. В любом виде ПЛ расфармленный очень силен. А так как ему сейчас никто не мешает, его никто не давит, то, естественно, у него будут слоты, будут артефакты. Но, с другой стороны, здесь есть взаиммиссия и Виверна, которая хорошо расправляется с иллюзиями, которая действительно неплохо контролирует ПЛа. И Dark Sears со своими стяжками и стенками. И, естественно, еще и гирокоптер с флэком. То есть, слишком много спама, который может помешать. Да, да, да. И VR-ка, которая может добрать какой-то условный Майлстром, и огромные проблемы будут вообще вот этому. Ну, там, да, да, плюс-минус. Так что проблем может быть очень-очень много в CDSE. Они не должны думать, что Phantom Lancer, он типа, неуязвим. Вот конкретно эти персонажи LGD, они могут с ним пообщаться немного. Да, у нас 3-2 счет на 19-й минуте игры. Я вот не помню, были ли на мейджере вообще такие игры, чтобы у нас был счет 3-2. Очень осторожно. Но, 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 опять же, но. И если вдруг игра зайдет в совсем глубокий лейт, в этот самый, там, гипер-лейт, то я, честно говоря, не знаю, как будут убивать Пээла. Никак. Потому что он просто 6 слотов будет. Не, ну, Бээка с огромным количеством дэмэджа, она теоретически что-то может сделать? Нет. Ну, у тебя просто на нее нападает, 18 Phantom Lancer, и она ничего не может. В миге привязали Шики, Шики, пошла курса. Привязается Мэйби, Шики. Все-таки должен погибнуть. Да, вот она еще стеночка. Гардера колят. Гардеру очень-очень больно и неприятно. Пытается у Киа тут сюда поддомлантер ХЗ. Помогает. Еще и пауэршот очень неплохой. И Мэйби Шейка по-двоему! Вот это круто. Да, еще и Шейкеры накрывают кулдауном. Замечательное исполнение от LGD. И вот они, как говорится, клин-клином вышибают. Сами идут драться, сами нападают, сами понимают, что затягивать игру в совсем глубокий лейт. Смысла никакого нет. То, что сейчас как раз они могут расправиться и с Пээлом, и со всей его командой. Замечательно. Очень качественные минус-3 сейчас сделали. Опять-таки, два Шейкл-шота от Мэйби решают все. Мэйби эти Шейкл-шоты. Помню, я статистику выдавали, что 35 секунд в среднем за игру встание на VR держит соперника Виха. Но тут Мэйби решил тоже приблизительно такое что-то придумать. Но Виха он очень часто бегает, дерется. У него аганим появляется вроде бы как первым артефактом. Хотя он тоже... Ну да, да, да. Раньше. Он просто находит любого героя, там любой вообще Шейкл, и обычно этот герой погибает. Потому что под фокус-вайером там какие-то спорты. Там та же Квапа, она просто не успевает ничего сделать. Так. Где у нас там Гирыч? Гирыч уже Саша Яша. Ну вот. И герокоптер сейчас вроде как собирается в боевой билд, поэтому лучше сейчас идти драться. Хотя... Ну, сейчас вообще идеально, потому что действительно пока не оторвался Phantom Lancer. Пока более-менее хороший левел Ротикея. Ну, пока наравне идут хотя бы мейн керри по лвеллах. И, понятное дело, у товарища Гирокоптера появляется второй кулдаун. Смотри. Это очень хорошо. Смотрю. Диффуза уже упала. О! Вот это вот хорошо. И вот сейчас уже действительно можно воевать. Ну, там через 100 голды. А вот это очень хорошо, кстати. С диффузами это прям жутко неприятно будет для LGD. Да, причем же диффуза не так давно апнули. Ну, это можно назвать смело, я думаю, бафом. Конечно. То, что теперь нет кулдауна на Пурджи. То есть вы можете за драку все, конечно, свои 8 зарядов профукать. Это из неприятных моментов, если вдруг, ну, там, что-то плохо понажимали. Но из приятных то, что теперь уже не работают какие-то там убегания от Phantom Lancer вообще ни на каком уровне. Потому что он просто запурджит вас в мясо. Так, ну что, снизу LGD забирает еще одну вышку. Мейби. Спокойненько. Т2. Никто не защищает. И огромный дэмэдж. Минус тавр. Четыреста голды до появления аганима. Да, диффуза блейд есть у агрессива. Но мейби с аганимом с блинком. Мейби имеет приблизительно такой же нетворс, как у агрессива. Но повыше он у Сайлора. Где-то на тысячу. Тут вот гардер нашли. Сейчас будет блинк. Да, он будет умирать. Конечно. Шейкл. Файр. Колдаун. Без шанса до гардера. Ну вот пока, пока действует мейб, действует LGD за счет того, что врывается мейб, дает хорошие шейклы и убивает. Да, со счета 3-2 счет стал 3-6, но графики. Да, на графиках все очень сильно меняется. Хотя смотри, у Шейкера появляется блинкдаггер. Это уже неплохо. Что у него там с уровнем 9 тоже по сути хорошо. Там 3-й афтершок хороший стан. Но все равно вот LGD на дистанции не боевой формят, как мы видим, больше. А все почему? Все потому, что фантом лансер купил себе этот пауэр третс вместо тревелов. Рассчитывая на то, что придется скорее всего воевать. А воевать не пришлось. И сейчас он очень медленно перемещается по гарде. Тревелая был бы намного лучшим выбором. Теперь врыв. Шейкер. Шейкер ошибается. Сайлера должны убивать. Сайлера будет ли сейва. Есть сейв, но поздно. Ультимейт в Шике. Шики избивает его же тиммейта, но не хватает дэмэджа. Ну и надо ловить еще DDC, наверное, нет? На самом деле тут была какая-то битва раков. Потому что сначала залетел Шейкер, который не попал ничем. Потом была Виверна, которая вообще никак не спасла своего керри. У нас на падении на Агрессиво. Хорошо подрывает. Как больно Агрессиво. Как больно Агрессиво. Нереально больно. Успевает Рэтикей. Стянул Агрессиво. Продолжает расстреливать Мэйби. Агрессив вбрезается Мэйби. И у Мэйби проблемы. Агрессив убивает его. Вот они Фантом Лайнсеры. Это уже минус 3. Рэтикей 2 живой. Игзе надо его отгородить. Осталась секунда до фиссуры. Надо прыгать. И давай фиссур. Куда он прыгнул? Ну тут нож по Рэтикею вроде бы неплохой. Блин. Так ошибся Шейкер. То есть какая была ситуация. Бежал вот так вот Шейкер. Здесь вот стояла Виверна. А вот тут бежал уже очень битый Рэтикей. И Шейкеру надо было прыгать сюда. Отрезать конечно Рэтикей. Его бы добили. Но почему-то он решил пойти на Виверну. В итоге не убили ни одного, ни второго. Но это минус 3 от СД. Ну вообще драка очень хорошая. А все потому что Виверна напорола боков. Не спасла гирокоптера вовремя. И поэтому вот случилось то что случилось. Но когда у гирокоптера появится БКБ. И естественно ситуация нормализуется. Потому что не будет уже такой фигни. Уже будет тяжело его пробивать. Ну да. Потому что сейчас мы видим что Фантом Лайнтер просто сметает. И не только его. И с Веркой. У Верки тоже были огромнейшие проблемы. Верка тоже все делала правильно. Но опять же чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило. То что она в соло била только агрессиво. И только Бласт от Виверны залетел. Это очень плохо. То есть не было ни Фидболта Рубика. Не было ни помощи какой-то Дараксира. Для того чтобы добить все-таки агрессиво. Ну и агрессиво. Она там с одного Шеклшота и Фокус Файра снесла там. Буквально тысячу ХП. Осталось 300. И вот этих 300 добить было просто нечем. То есть плохо. Тавер в миде. Тавер в миде. LGD хотят все-таки драться за него. Не хотят отдавать на халяву стэка. Вышечка, вышечка. Ну, наверное, стоит их все-таки заденать. Там 125 хитов и всего осталось у этого здания. Так что не помешало бы. Может они заманивают просто. Не хотят. Денайт. Хотят, чтобы подошли сюда деки и подрались LGD с ними. Сайлор убегает вниз. Сайлор приобретается Митрилхаммером. Мы все-таки понимаем, что это будет Блэкинг Бар. Ничего другого, конечно же. И есть Глиммер у Виверны. Хорошо. Но ММА и Блинк хочет себе на Рубике вынести. Мэйби уже вынес Аганим. Что будет дальше делать? Я думаю, мы знаем. Это будут кольты. Да, пока команды, я смотрю, упорно верят в то, что их керри лучше, чем керри противника. Что можно фармить, фармить, фармить. И, по сути, как я уже говорил, они отчасти правы. Потому что через буквально несколько минут Гирокоптер станет очень серьезным товарищем. Ну, вернее, он уже серьезный товарищ. Минут через 10-15. Как только у него еще один лишний слот поедского. Манки Кингбар условный. Он будет нереально мощным. А Фонтун Лайзер станет нереально мощным еще минут через 30, наверное. Ну, нет, через 30, наверное, много. Когда он будет совсем 6 слотов. Вот когда Фонтун Лайзер будет реально 6 слотов. Когда у него будет там Тараска, Бутерфляй, Скади, там еще что-нибудь. Когда вот это все у него в нормальном месте там соберется, тогда действительно он будет нереально опасен. Просто для того, чтобы пережить флаг первый Гирокоптеровский, иллюзию, если не будут умирать, будет вообще замечательно. Если будут умирать, то ничего страшного, что он очень быстро плодится. Да, пока в любом случае агрессив неплохо. Он на первом месте идет по Нетфорсу. Есть у него Монта, есть у него Дифижиал Бейт. И мы понимаем, что следующая драка будет очень тяжелой для LGD. Потому что это огромное количество иллюзий, выжигающих ману. Первый левел пока дефекса. Прямо дело грейди будет потом. И вот он Смоук от команды CD7. Не знают об этом ребята из LGD. Вот Вижен и Тейблаз. Угу. С птицей, кстати, сели. Может ворваться Шейкер. Шейкер вырывается. Замечательно. В итоге нападают на Савара. Моментально нужно его терять. Шейкер хорошей. Продикейлила. Продикейлила. Ой, как хорошо сейчас все происходит. Стяжко. Вот она. Вот она та самая. Три с половиной к ММР. Комбинушка. Минус три моментальных. Квапа пытается здесь как-то уходить отсюда. Ну и в итоге что? Агрессив догоняет. Агрессив убивает людей. Агрессив. Maybe. 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 Не улетел. Слушай, а агрессив-то... Ну агрессив убивает людей, потому что Phantom Lancer не убили в начале. Да. Была цель забрать там гирокоптера. С гирокоптером практически справились. Ну вот, сейчас Виверна не облажалась. Да, Виверна все очень качественно сделала. И мы видим. Три в два. GDC сейчас действительно вытащил эту драку. Ну вот нужно понимать то, что в случае, если у вас не получается забрать быстро гирокоптера, то вам нужно моментально как-то сместить фокус в другом направлении. Да, но опять-таки вот если бы агрессив там стрял сразу же под вот эти вот все развалы, я думаю проблемы были бы огромные с деками. Они бы просто всей бы командой здесь полегли. Так они полегли только втроем. Два core-героя осталось и Shiki ушел. Ну что, фактически там после того, как заюзан на Winter's Curves, контроля-то толком нету, если... Ну там уже гирокоптер был слишком пробит. То есть он сам улетал, он уже не мог драться в лоб с этим Phantom Lancer. И, ну действительно, драка именно поэтому пошла в пользу CDC. Всегда наступает момент, если... Ну как бы разные бывают ситуации. Если у вас вообще не о чем контрить PL, то у вас почти на любой стадии игры, вы понимаете, что вы убили всю команду, начинаете радоваться, а потом потихоньку умираете один за другим, потому что вы никак не можете противодействовать Phantom Lancer, а он вас просто райт-кликом типа убивает. Плюс еще, если есть диффузатор, периодически пуржит, что вы далеко не убегали. Проблема действительно останется дальше у команды CDC. Вот команда LGD, извините, сколько об этом играет они делась. Действительно, им будет намного проще убивать трех героев, которые вот идут, Visage, Shaker и Baratrum. И вот потом уже с квапой и с Phantom Lancer это будет серьезная проблема. Причем супер-серьезная, я бы сказал. Квапы и БКБ тоже, кстати, появилась, и есть Orchid. Павел бы еще, правда, Владмер себе какой-то купить, тогда будет совсем замечательно. Даггер появляется у агрессива. Ого! Вот такое интересное решение. Ого! Неординарное, но любопытное. Это прям очень интересно. То есть это... это агрессив-агрессив, что ли? Или это... Ну, походу, да, совсем агрессив-агрессив. Ну, решил, что трвела ему не дали, куплю себе Blink-даггер. Быстрее буду в драку врываться конкретно. Да, и по карте быстрее перемещаешься, и загонгать тебя тяжелее. Ты только видишь кого-то, нажимаешь Doppelganger и из Blink-даггер уходишь. Но, опять же, вот отсутствие трвелов, оно очень сильно смущает. Потому что, ну, грубо говоря, сейчас он купит себе телепорт. Замет этим шестой слот, и все. И, по сути, у него уже там шесть эффективных слотов, которые никуда не деть. Так, тут, тем временем, перевызвал своих фамилиаров, которых контролили LGD, стояли возле них, пытались поубивать. Но перевызвал их Q. Ну и что? Сейчас будут, наверное, какие-то намечаться уже драки вокруг Рошана. Пора бы, пора бы. Тридцатая минута игры. 8-9. Очень слабый результативный матч. Это первая карта. Я уверен, что вторая там будет прям супер веселуха. Чем бы не закончилась первая. Ну и, действительно, на Рошана стягиваются деки. И LGD пока далеко отсюда. Ну, по крайней мере, ММА. И он без блинка все еще. Сайлар. С БКБ, который прям очень хочет подраться. Прям невероятно хочет подраться на Рошане. Команда LGD, это понятное дело, потому что у них есть кулдаун, у них есть вакуум. Да, LGD на Рошане сейчас драться самое оно. Я думаю, они это тоже должны понимать и выдвигаться. Да, вот они юзают Смоук и выбегают. Причем они выбегают, я понимаю, сейчас именно убить кого-то и потом отправиться на Рошана. Так, ну смотри, побежали. Да, если сейчас, конечно, Смоук под действием этого обсервера поспадет, будет совсем досадно. Птички, мы видим, летают. Ну, что-то заподозрили CD-C. Ну, я не знаю, что они должны были заподозрить. Тут ничего не заподозришь. Ну, где конкретно находится LGD, да? Спались. Вот Квапа. Квапа быстро так крикнула на крипов. Тот же блинкаут понимает, что могут быть прямо рядом здесь LGD. Ну, и правильно понимает. Правильно понимает. Да. Ну, что, на Рошана? Да, на Рошанчика почему бы и нет. Ну, что же, Рошана... Ну, пока боятся. Пока боятся. Вот блинку ММА я есть. Боятся прямо начинать наглым образом вот так бить Рошана. Не имея какого-то глобального плана, зачем этот Aegis, как пойдет драка, если на сворвутся. Хотят, понятное дело, они врываться. Вот мне напомнили про то, что Dagger покупается на Фантом Лансере очень-очень редко. Я сразу вспомнил еще одну игру, кажется, с участием дитяры и Фантом Лансером с блинком. Я не помню. Ммм, я помню. Вкусный был, да? Очень вкусный. Он попал как раз вот в те 66% лузрейта. Дитяра. Ну, очень-очень. А дитяра еще в Na'Vi или уже нет? Что? Я что-то смешное сказал, что ли? Ну, да. В принципе, упоминание команды Na'Vi для меня сейчас... На мейджер? Оно мне уже вызывает... Ну, у нас в аналитике будет сегодня после обеда Na'Vi хвост. А, нет, он уже же не Na'Vi хвост. Забыл. Это так надо шутить при нем. А тут, кстати, немного прохладненько выглядит. Саша! Где ты там? А, вот вижу, сидят со Смайлом, смотрят игру. Смайл тоже когда-то в Na'Vi был? Смайл когда-то в Na'Vi был. Смайл когда-то в Na'Vi был. Лост когда-то в Na'Vi был. Все когда-то были в Na'Vi. Ну, а тут сдеки. Заходят в спину. Хорошо может получиться. Очень даже хорошо может получиться. Так. И направо будем поворачивать или нет? Агрессив. Ну, тут пока ворняться. Не спеша и осторожно это все делают. Смотри, деревья пытаются поломать Доппельгангером. Поломал, но не все. Тут вот иллюзии Фантом Лансера выбегают и сразу становится понятно, где находится вообще вся команда противника. Ну, неспроста у вас из-под базы выбегает две иллюзии ПЛа. Да, ну и в любом случае, зачем сдеки шли, если они не планировали нападать? То есть какой был план сейчас? Мы идем на хайграунд, к сопернику. Очень далеко для того, чтобы не напасть. На самом деле игра лишена абсолютно всякого смысла. Сейчас вот все эти перемещения, они абсолютно неадекватные, потому что они ни за что. И те же Седек, они, как правильно отметил, идут драться и боятся драться. Ну, типа, зачем ты это смоук юзаешь? Или там просто на автоматизме, типа, юзаем смок, а там в смоке уже решим, да? Ну, походу, так и есть. Потому что, ну, добегать до вражеской базы, потом, ну, просто разворачиваться куда-то. Хотя они не знали примерно, где находится соперник. Так что они тоже не могли напасть нормально. А сами они были уже под действием варда. Так что тут тоже не взять в них за то, что они совсем убежали. ЛГД в спину. Так, спалились. Шекер дает весуру. По двоим попал. А там, тем временем, сплит идет. Агрессив просто будет забирать Т2 тавра в миде. И ничего-то ему не сделать, что ему агрессиву. Да, и ЛГД не могут напасть. В итоге постояли, постояли, постояли. Сначала СД, потом пошли, постояли ЛГД. И разбежали трёбые команды, боятся друг на друга нападать. И Тавр в миде забирает агрессив. И никто ему ничего не сделает. Ну, инфы, инфы мало просто сейчас на эту тему. Так, будет ли варда... Ой, не варда, точнее, фиссура. Не-не-не-не. Пауэршотик шейкер поймал. Да, Гермус били. Сразу же на форстафе отъехал. Ну, а снизу Шеке будет дальше отпушивать здесь линию. Вот такая вот у нас пока игра. Не скажешь, что веселая. Да, кажется, на тему самого скучного матча все-таки предсказания оказались верными. Мне не хотелось в обратное верить. Да, но будем надеяться, что на второй карте будет хотя бы более веселый. Не, ну сейчас-то ещё может быть много чего веселого. Суть в том, что да. Первых 35 минут были это хождение по карте, не делая ничего. Да, да, да. Понятно, что следующий будет веселый. Это факт. Потому что рано или поздно надо в доте начинать драться. Потому что да, не произойдет ничего. Видели мы уже игры, где команды не дрались. Просто сейчас произошла такая штука, что LGD оказались совсем готовы к CDC. А CDC не готовы к тому, что к ним готовы. Ну вот, зато CDC до нуля. А там FL начинает фармить наконец. Ну да. А, ну вот с блинком видим там. Ну и уже трешка у него. 3200 уже у FL. Время здесь мы видим Demon Edge. Вот FL первым артефактом, если будет сразу же варить себе баттерфляй. Ну сходу же он наткнется на МКБ. Но, хотя, что ему еще варить себе баттерфляй? Тараску? Вариантов много на самом деле. Тараску никто не отменял. Абисова никто не отменял. Абисова, да. Так как Паша против OG два дня назад. Абисова, хороший артефакт. Ну вот Тараска будет. А там ривер прилетел. Агрессиво. Так, ну что же. Иллюзии на разведку пошли. Палят все две жуху. Одна из них даже побежала за Ротикея. Маны его лишает. Вторая тоже тут даже. Хорошо. Что вы делаете? Изверги, говорит. Слушай, отжимает. Отжимает так с деки. Шекер очень хочет улететь. Он очень хочет. Нереально хочет. Я сейчас говорю. Ну вот чувствую фантом лайнсер сейчас травела купит. Как ничего. Ну вот ты смотришь на это стояние и понимаешь, что это полный бред. Травела ему капец как нужно. Да, потому что сейчас он был бы уже на топе. Сплитпушил себе спокойненько. Вернулся бы в случае чего на базу. То есть все было бы замечательно. А так он пока лишен такой возможности. Причем у него даже телепорта на руках нет. Ну да. И опять-таки возвращается LGD в сторону Рошана. А там майкнули уже с дек что-то там на хайграунд. Что типа давайте попробуем пойдем на хайграунд что-ли. Затянем LGD сюда. Но нет. Это опять-таки такой вот будет. Такая попытка просто вытянуть их на себя. Ну там Ротка убили. Ну и минус Ротка. Не, Ротка стягивает агрессивно на хайграунд. А ты смотри до пельгангера там не получилось агрессивно уйти. Убегает от него вся команда LGD просто. А Роттики отдали. Да, Роттики отдали. Ну он там слишком далеко был. За этим клифом никто решил ему не лезть помогать. Так Рошана забрать, нет? Ну он сейчас сделает байбэк тогда так что. Ну пусть сделает. В принципе здравая затея с Рошаном. Я думаю что CDC должны понимать что это действительно так. И должны туда убегать. Проблема в том что да стоит T1 Tower и сюда прилететь моментально можно. Вот, вот. То есть это как раз вот еще один камень в огород команды CDC за отсутствие агрессии стандартной. Вот падает. А есть байбэк и минус power. Ну вот прям все идеально для деков. Просто идеально забрали вышку. Убили Роттикея, заставили его сделать байбэк. Все норм. Вот теперь надо еще как-то где-то кого-то цепануть и выйти все-таки забрать этого Рошана. Потому что 37 минут и надо как-то... Хотя куда с деком спешить? Товарищу то еще нормально. С деком вообще спешить некуда. Я не знаю куда LGD спешат. Потому что если гирокоптер там не планирует покупать себе какие-то рапиры в будущем. То боюсь вообще мало что будет им светить. Смоук от LGD. И... Выходят они. Тут агрессив. Тут птички. Гардер. Пока не спалился Смоук. Не знает где агрессив. Видят Q. Кью. Пытается уйти. Писсура хорошая. Шейкл. Боже да что это такое? Ну какой-то как так Шейкл и ВВ вяжут а? Не совсем понятно как они так вяжут. Ну видимо так надо. Да в любом случае на этот раз Смоук команды LGD впервые в этой игре заканчивается. Хотя бы чем-то. Владмир нужен CD и CD. Я не понимаю почему до сих пор Владмир в их рядах нет. С этим PL. Это же лучший артефакт вообще на планете. Так у нас на XZ напали. Его пытаются убить. Хорошая стяжка. Стеночка. Агрессив убегает. Агрессив. Да. У него еще залетает одна плюха. Но в итоге. Шейкера убили. Самое главное кстати могут еще спнуть Шики. Шики уходит отсюда. Гардер тоже убежал. Мэйби за Шики. Прошивает. Шики здесь прячется. Не знает что ли Мэйби. Знает. Так. Не темно. Темно. Темно на дворе. Не видел он куда ушла Квапа. И сейчас он так чисто на удачу заехал. Тараску докупил тем временем себе агрессив на 39 минуте. Ну и агрессив и знат агрессив. В этой игре это понятно. там появляется уже у Гирокоптера МКБ и будут забирать LGD сейчас Рошанчика. Да, пока Гирыч выглядит неплохо. Пока у него проблем тоже с артефактами нет, то есть они с Фантом Лансером идут вровень и для Гирокоптера это естественно серьезный шанс на победу. Шивос Гвард у Квапы, наличие которого лично для меня абсолютно непонятно. Ну типа замедлять иллюзию. Некого замедлять. У Квапыш у вас Гвард, она не может никого здесь замедлять. Ну может быть Windranger пофиг, Дараксиру пофиг. Да, всем пофиг, абсолютно всем пофиг, поэтому абсолютно бесполезный артефакт, как по мне. Кому замедлять так спит, тоже непонятно, потому что ВР постоянно под фокусфайром, но Гирокоптер что так, что так по всем шмаляет и ему по боку. Ну такое, в среднее время игры LGD мы видим 41 минута, а у Zdex 42 минуты, да. Ну тут я думаю перевалят тоже за среднее, но могут и не перевалить, кто его знает. Да, не-не-не, перевалят, я уверен, что тут еще полчаса игра будет как минимум. Да-да-да, тут еще действительно долго. Мы сегодня видели супер матч на первой карте между EG и VEG. Качественная получилась такая игра, там было до конца непонятно кто выиграет, и вот тут мы видим тоже полуфинал начинается. Очень интересно. Но опять-таки напомним формат этот Best of 3 этого матча, и потом у нас еще будет целых 4 матча Best of 1 на вылет. Да, там будет нереальная мясорубка. Да, никто не хотел туда попасть из наших коллективов, но и к счастью этих же коллективов они там не оказались. Да-да-да. Смогли пройти по венерам. Будут у нас там OG с Fnatic'ами бороться за выживание, Cloud9 с альянсами, NewBee Young против Yehome, NewBee против Unknown. Там будет действительно битва агрессив. Боже, как Сайлору-то больно, но холдаун пошел. Агрессив. Больная ему вот она, Шива. Сайлор держится до конца, но у него две жизни не забываем. Вот она стяжка, ультимейт. Агрессив убивает просто Шики. Агрессив продолжает драться с Сайлором. Сайлору, в принципе, пофиг. Агрессив. Агрессив идет с ним до конца. Сайлора сейвит на лоу хп. И вот смотри, Ю сюда прилетел. Сайлор по-прежнему дерется. Гардер врыв побежал на DTC. Да, DTC убили это. Размен пока один в один, но Aegis-то только выбили. Aegis выбили, а что дальше? Агрессив-то остается в живых. Агрессив-то проблема. Ну вот, агрессива добить не получилось. И сейчас тот сценарий, при котором вас начинает убивать Фантом Лансер. Так и происходит. Хотя еще пару тычек. Да ладно, агрессив выживает. Добили. Добили. Иротике тоже добили. Это минус 4 и минус Aegis. Почти полное вытирание 5 мужчин. Ну, 4-х-то мужчин вытерли точно. Одна вот женщина Виндрейнджера осталась. Вообще, отвратительная игра от LGD. Не получилось у них дофокусить Фантом Лансера. Единственный, кого им нужно убить, это PL. То есть нет никаких альтернатив, нет никакой другой цели. Потому что, допустим, у LGD будет приятно убить и гирокоптера, и VR-ку. У CDC, если ты убиваешь Фантом Лансера, ты выигрываешь в драке. Все. Урона ни у кого больше нет. Там единственный герой, у которого есть деньги, это PL. Не, понятно, что там каждый герой имеет свою роль. То есть это шейкер, там, инициация, станы, там, куча дэмоджа АУЕшного. Но если там будут условные БКБ, шейкер бесполезен. Да. Клопат точно так же. Со своей Шивой это просто мусор. Слушай, если он сейчас доберет себе здесь, я не знаю, будет ли он добирать Баттерфляй, я не думаю, что это имеет смысл. Скорее всего, с Кади, если он себе сейчас доберет, ну как его брать вообще? Вот, именно, именно. Именно про это я и говорил. То, что когда у ребят будет там по 2-3 слота... Снизу, maybe, sorry, maybe, минус. Ну, это уже что-то непонятное. Выпахивает неприятными последствиями для ЛЖД. Вот. Когда ПЛ там с 2-3 слотами и противники с 2-3 слотами, то драка типа более-менее одинаковая получается. Но сейчас, когда его будет просто нереально много, когда ты не сможешь его сфокусить, когда он будет супер жирный, ну всё, он просто тебя убьет этой ложкой. И на этот раз казалось, что всё, в принципе, могут зацепить, ну что хороший был колдаун, гелокоптер очень долго сжил. Гелокоптер, да, у него нету какого-то лайфстила, это плохо, появится сатаник будет лучше. Да у ПЛ нет никакого лайфстила, вот это мне непонятно абсолютно. Да, Владмирс, где Владмирс у коровы, я не понимаю, где Владмирс у второй коровы, где Владмирс у визажа. Где всё это абсолютно, этого нету, нету даже долбанной базилки на команду, соберитесь. Ну да, совсем как-то расслабились ребята, я вижу там мекки, конечно, есть. А мекки у них хоть есть? А у кого мекка? У визажа мекка, у визажа. А, у визажа мекка, ну хорошо, хоть мекка есть, да. А все остальные, да, они бесполезные. Реально, он же продал свою аквилу, так докупите же кто-то базилку, дайте ему чуть армора, дайте ему чуть помощи. Много помощи? Много помощи. Нет, вообще, всё правильно ты говоришь, то есть вот те же Альянс, несмотря на то, что они там проиграли свои матчи, тем не менее, они делали очень правильные вещи, они понимали, что если у их керри могут быть проблемы, они играли на него, то есть собирали там всякие Солар Кресты, Владмиры, там ещё что-нибудь в этом духе. Тут пока я почти ничего не вижу, тут только вот Рот собирает полезные артефакты. Да, тут пока БКБ, БКБ, БКБ и какие-то непонятные артефакты. Слушай, тут в двоих хорошая была фиссура, Агрессив закидывает первое копьё, его ловят. Ну и что дальше, Агрессив, три пофиг ему, ушёл в Доппельгангер, Шики в БКБ, Шики хороший ультимейт минус ДДС, Дараксира тоже сбривает моментально, но и Агрессив имеет больше 6% хп, XZ просто ужасный ультимейт в землю, запускает, поймали Сайлора, убили Сайлора, это 0 в 4, жива только одна женщина. Это good game, ребятки. Да, это действительно попахивает хорошей игрой. Сто проценты б***ь там Фантом Лансера на этом турнире, это попахивает. С блинком. Да. Фантом Лансер с блинком. Китяра будет говорить, вот видите, вот видите, блинк, норм. У него почти готова уже АЭ в скаде, и когда он его доберёт, мы понимаем, что вообще ничего не страшно. Тотем ворованный, побежали по Т4, вытянули байба гирокоптера и уходят. Си, Ди и Си. Нет, Агрессив говорит, никуда я не пойду. Да, у него смысла никуда нет уходить, он просто сейчас своих пацанов отправляет на какую-то ВР-ку условную, и она уже вынуждена убегать. А Агрессив стоит, кстати, танкует, ему всё равно абсолютно. 3000 хп, ему реально почти всё равно. Да, забирает дарак, он тут в соло, полетели дальше копья, пошёл кулдаун под подстяжечку, Queen of Pain, хорошо. Агрессиву дальше попья, гардер таранился в Сайлора, Сайлора спрятали в колдем рейс, заплюнули, Роти Кей появился в драке, агрессив по Т4 продолжает убивать. Агрессив, соло против всех, стянули, агрессив минус Роти Кей, агрессив с Сайлором дерётся, агрессив уходит, топпельган, верло в хпшный только сейчас добивает агрессива. Как же много дэмэджа он внёс, Мэйби в соло против четверых, Мэйби отгоняет людей, может убить Q, Мэйби, Мэйби, Икзе ждёт момента качения БКБ, Икзе ждёт момента качения БКБ, надо прыгать за Мэйби. Надо давать миссуру, закрыли его, Баратром разогнался, толкает Мэйби, и это минус у Мэйби. Слушай, ну хорошо, да, действительно, фраг и байбэк есть только у Виндрейнджер, а вот Фантом Лайзер сейчас добирается до базы, у него через 3 секунды очередной блинг. Да, он тоже выкупился и очень быстро идёт. И он поломает центр, а может быть даже и не только центр. Там БР-ка выкупилась, но надо же своей командой ждут, а не ПЛ, и вот пошёл агрессив, агрессив понимает, что уж теперь ему точно ничего не страшно в ближайшую минуту, только пятером неси через стенку и через всё остальное надо его, чтобы убить. И поэтому агрессив может чувствовать себя вот так вот спокойненько здесь Мэйби, шейкл, отлично, агрессив всё равно связала, прикольно это было, шейкл отрезается. Рисура хорошая, ММА погибает, отрезали ДДС и Мэйби, не может подойти ни Виверна, ни Виндрейнджер, ничем они не могут помочь вообще своей линии, гирокоптер они будут ещё полминуты, ну и за эти полминуты потеряют вторую линию LGD. Да, ещё один шейкл, сайленс на Мэйби, тут же Дуппельгангер с тяжечкой пошла. Да, очень плохое исполнение, понимают, это LGD пишут, гуд гейм, и действительно, действительно хорошая игра. Ну нет, давай не будем брать нашим зрителям, скажем так, игра была до 33 минуты очень унылой. Я тебе рассказываю, что вообще происходило. Происходило то, что LGD не допоняли принцип доты в этой карте, они не... У меня хорошее начало аналитиков говорит, LGD не допоняли принцип доты. Да, 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 именно так. Потому что Phantom Lancer, он реально очень силён в лейте. И они решили дотянуть игру до того лейта, когда Phantom Lancer убивает всех. Даже имея гирокоптера, даже имея какую-то там виверну, VR-ку, что угодно, AOE-шная, не AOE-шная. Вы не можете пренебрегать мощью Phantom Lancer. Вы должны его давить, чем раньше, тем лучше. У них была такая возможность, они ей не воспользовались. Агрессив вообще абсолютно пассивно играя, просто собрал себе там все необходимые для него салаты. Он просто ушёл в жир, ты посмотри, у него на урон вообще ничего нет. Да, я понимаю, но обратите внимание, как только что Q всё равно на высоких, на повышенных тонах общался с агрессивом. Это было, это выглядело очень интересно. Q пытался ему объяснять, что, братан, что-то не так. И ты смотри, они дальше идут, а...